Водная стихия редко кого оставляет равнодушным. Плавание, ныряние, катание на лодке, эти и многие другие развлечения доставляют массу удовольствия как детям, так и взрослым. В то же время пребывание в воде достаточно опасное занятие. От происшествий, ведущих к печальным результатам, никто не застрахован. И если вы увидели тонущего, а поблизости не оказалось спасателей, и вы приняли решение спасти его самостоятельно, главное помните, вы имеете дело с потенциально опасным человеком. Страх перед смертью заставляет утопающего совершать неконтролируемые действия. Утопающий человек, он борется за свою жизнь. Ему на чужую жизнь наплевать. Не стоит мчаться на помощь, не оценив ситуацию. Нередко переоценка собственных сил губит новоявленных спасателей. Без оглядки можно спасать только того, кто заведомо слабее, например, маленького ребенка. Если вытащить утопающего вам по силам, то следует соблюдать определенный алгоритм действий. Самое главное избежать этих смертельных захватов, когда человек вас использует в качестве опоры. Он просто хватается за вас, как за соломинку, но при этом хватается, как будто хватается за бревно. Будет лучше, если на пляже вы найдете надувной круг или матрас. Они помогут вам сократить риски для собственной жизни и не присоединиться к утопающему. Если трагедия разыгралась недалеко от берега, можно бросить тонущему веревку, ремень, подать палку или доску. Если вы плывете сами, то подплывайте к утопающему со стороны спины, стараясь и его удерживать на спине. При этом, конечно, надо привлекать побольше народа, чтобы, может быть, групповое спасение, может, кто-то на плавсредствах рядом. То есть сначала надо очень громко обозначить эту ситуацию, чтобы в этом все приняли участие рядом находящиеся. После того, как вы совладаете с пострадавшим и успокоите, необходимо транспортировать его на берег и оказать первую медицинскую помощь. Но лучше, если спасением утопающего будут заниматься специально подготовленные для этого люди. Поэтому, если вы увидели тонущего человека и вам не по силам оказать ему помощь, незамедлительно звоните по номеру 112 или в Саровский аварийно-спасательный отряд 70-600. Мария Рунич, Константин Островский, Александр Мальков. Служба новостей. Саров-24.